Мария Сергеевна, я вам принесла все лекарства. В соцзащите она работает уже 10 лет. Лариса Плис несколько раз в неделю обходит своих подопечных. Кому-то приносит продукты, кому-то помогает разобраться с коммунальными платежами. А вот некоторым нужна моральная поддержка. Да, работа очень тяжелая и физически, а самое главное морально. Потому что бабушкам нужна не столько помощь такая, а именно выслушать, войти в курс дела, послушать их. Так, новости, всякие проблемы. Сегодня у Ларисы сокращенный день сразу после обхода. Торжественный прием во Дворце пионеров. Для соцработников здесь устроили концерт. А лучшим из лучших вручили почетные грамоты городской думы и администрации. У нас одни женщины, сколько приятных и светлых лиц, которых мы сегодня поздравляли. И мы всегда им говорим большое спасибо в этот день, потому что в течение года они делают огромную работу. Наградили порядка 30 человек. И это только маленькая толика, да, это маленькая часть их людей, которых мы сегодня награждали. Потому что в каждом районе нашего города проходят подобные мероприятия. Большая важность даже не в той материальной помощи, которую бюджет оказывает с помощью социальных работников, а та душевная теплота и участие со стороны социальных работников, которые общаются с людьми, у которых не все благополучно сложилось в жизни и которым нужна помощь. Всего в городе работают порядка 3000 социальных работников. Они есть в каждом районе Челябинска. Кроме того, специалисты работают в детских реабилитационных центрах и санаториях.